Всем привет! С вами Ирина из Алис Хоминвест и сегодня мы с вами прибыли в Вилла Франкеса. Это пригород Аликанте. За 20 минут на автобусе можете добраться отсюда прямо до центра города. И вообще, что хочу сказать о районе. Инфраструктура очень хорошая. Тут рядом с нашим домом есть госпиталь, то есть как поликлиника в Испании. Также есть две школы общественные, частные, необходимые небольшие супермаркеты. Бары, кафе, все это есть в пешевой доступности. И также автобусная остановка прямо рядом с домом. Ну, а мы с вами приближаемся к нашему сегодняшнему объекту. Вот он, наш дом сегодняшний. Данная квартира имеет 75 квадратных метров, 3 комнаты спальни, 1 ванная комната, 1 кухня и 1 гостиная с небольшим балкончиком. Ну, давайте, наверное, уже пройдем в нашу квартиру и посмотрим ее сблизка. Ну, что бросается первое в глаза? Это свежий ремонт как фасада здания, так и внутри в подъезде. Что у нас тут? Дверь новая, стены, плитка, пол, все новое. И плюс еще евроокна в подъезде. Ну, давайте уже, наверное, подниматься в нашу с вами сегодняшнюю квартиру. Ну, вот мы с вами поднялись в нашу квартиру. Хочу сразу вас предупредить. Прежде всего, мы начнем просмотр. Не пугайтесь отсутствия ремонта. Я, на самом деле, когда поднялась, тоже немножко была в легком шоке. Но квартира полностью под ремонт. В принципе, цена это оправдывает. Поэтому вот у меня по левую руку тут кухня, по правую руку у меня гостиная с небольшим балкончиком. Что тут можно сделать? Стены не несущие вот эти две, поэтому две стены. Это можно чуть-чуть открыть и проход, и сделать как бы одну такую просторную комнату, которая входишь, и вот тут будет более открытое пространство. Со светом тут, в принципе, все в порядке, поэтому свет заходит с обеих сторон. Ну, давайте начнем, наверное, с гостиной сначала. Ну, первое, что я вижу в этой квартире, это высокие потолки. На самом деле, это достаточно редкость для испанских домов в настоящее время. Потолки тут по три метра. Ну, а что касается мебели и всего, если вы любитель антиквариата, то, в принципе, можно какую-то мебель оставить, ее подрихтовать. Но, в принципе, мебель вся, конечно, под выброс. Ну, и из гостиной у нас также есть небольшой балкончик. Ну, давайте сейчас с вами проследуем на кухню. Она идет по у нас сразу же от входа по левую сторону. Ну, опять-таки, мебель, на мой взгляд, все тут под снос. Холодильник старый, кухонная мебель тоже немножечко в плачевном состоянии. Поэтому, в принципе, тут можно сделать мебель на заказ. Если вам нужна будет помощь, мы тоже знаем людей, которые это делают. Под любые размеры можно будет тут, да, сделать такую красивую мебель под заказ. Ну, и плитка, все, стены, это, конечно, тоже все менять. Но тут из кухни у нас есть еще небольшое такое пространство в испанских домах. Это очень популярно. Именно на кухне есть такой балкончик, где обычно испанцы хранят стиральную машинку, либо какие-то дополнительные вещи. Поэтому тоже как плюс можно рассматривать. Ну, и спальни давайте с вами пройдем дальше по коридору. У нас тут выход на три спальни. Раз, два, три. Напротив первой же спальни у нас есть с вами ванная комната. Ну что, начнем с первой спальни. Окно выходит у нас из первой спальни на улицу. Улица тихая, очень вообще район тихий. Поэтому шума я, например, не слышу никакого, хотя окно открыто. Сторона солнечная. Вообще дом сделан, конечно, плюс этого дома, что и с двух сторон заходит очень много света. Опять-таки, мебель вся под выброс. Поэтому давайте, наверное, проследуем сейчас ванную комнату уже. А сейчас мы с вами заходим в ванную. Ну, а тут у нас с вами остальные две комнаты. Вторая и третья комната. Конечно, как я уже говорила, комментировать особо тут нечего, потому что по ремонту и по мебели уже упоминала, что это все под снос. Поэтому просто вам покажем вот эту комнату и последнюю, третью комнату. Ну, вот мы посмотрели с вами сегодняшний объект. Мы находимся сейчас сзади дома, с другой его стороны. Вот вы можете его наблюдать. Теперь что? О самом интересном, о цене. Цена данного объекта 40 тысяч, но, на мой взгляд, преувеличена. Так как за эту квартиру можно заплатить 30-35, что реально возможно, так как мы уже обговорили с хозяином вопрос торга. Они идут на контакт. Ну, для чего, собственно, мы с вами вам показываем такую недвижимость тоже, чтобы вы понимали, с какой суммой можно приехать в Испанию, с какой суммой можно переехать. Поэтому теперь вы знаете, что, имея 30-35 тысяч, можно переезжать в Испанию. Ну, есть, конечно, в Испании квартиры за 15-20 тысяч, например, в Аликанте, но мы их вам продавать не будем, потому что репутация наша нам дороже. Поэтому, что хочется сказать? Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите нам на WhatsApp, спрашивайте, если вам понравилась эта квартира, либо какая-то другая, либо есть запросы на другую недвижимость. Обязательно обращайтесь к нам. Мы для вас будем снимать новые видео, поэтому увидимся в следующий раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok